Беседа о пророчестве Захарии и о зачатии Иллисаветы. Ничто не находится вне зависимости от Господних определений, потому что все следует и служит Божественному повелению. Дал устав, говорит Писание, которое не перейдет, потому что кто вначале все произвел словом, тот и опять может словом переделать творение. Он сказал некогда, что безводная скала сделалась изобилующей водой, и она тотчас изрыгает реки воды. Ударил камень, потекли воды и потоки. И скала, которая прежде была сухой и лишенной воды, сделалась источником рек и матерью вод, потому что ничто не бесплодно, чему Бог повелевает совершать рождение. Итак, изменивший тогда бесплодную скалу в озеро и теперь повелел бесплодной Елисавете явиться рождающей детей матерью и показал бесплодную, плодоносную и отягченную старостью как бы новобрачную девицию. Когда спешила к могиле, тогда приготовлялась где-то рождение. Когда старость иссушила тело, тогда Бог возродил утробу. Что потеряла она из-за времени, то вновь получила благодаря Создателю. Что потеряла юность, то старость получила назад. Когда она сделалась близкой к смерти, тогда стала именоваться матерью детяти. Та, которая переступила уже за материнские времена, уведала материнскую заботу и носила на руке младенца. Та, которая по причине старости нуждалась в посохе для того, чтобы ходить. Старица осязала перворожденное дитя и бесплодная неожиданно родила, чтоб поверили деве, рождающей сверхъестества. То и другое новое и необыкновенно, потому что и бесплодная, и дева неожиданной матери. Вестником же этого необыкновенного рождения был послан старцу Захария Архангел Гавриил. И став по правую сторону от жертвенника Кадильного, и явился ему, и смутился Захария, говорится, увидев, и страх напал на него. Он увидел то, чего никогда не видел говорящий огонь, бестелесного человека, неосязаемый образ, несравнимое ни с чем зрелище, не похоже ни на что видение, быстро ходящее по воздуху, крылатое существо с человеческим образом, и увидев, смутился. Увидев же его, смутившимся, ангел прогоняет страх добрым извещением. Захария говорит ему, не бойся, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Не бойся, Захария, я пришел не с целью наводить страх, но явился тебе вестником радости. Какой радости? Жена твоя, Елисавета, родить сына тебе, и наречешь ему имя Иоанн. Он осветит мир, как демница, и прогонит мрак неведения, призывая солнца правды, потому что идущий вслед меня был прежде меня, у которого не достоин развязать ремень обуви. И тот будет в духе и силе Иоанна. Дух Иоанна, потому что духи пророков повинуются пророкам, и почти во всем мы находим Иоанна, подобным Иоанне. Тот жил в горах, и этот проводил время в пустыне. Того питали вороны, и этот ел акриды. Тот облекался в милость, и этот в верблюжий волос. Тот был суров и обличитель, и этот равным образом. Тот обличал Ахава, царя иудейского, и заверь жену его. Ты, говорит он, развращающий Израиля и дом отца твоего. Иоанн обличал Ирода, Иродиаду, не должно тебе иметь жену брата твоего. И тот пришел в духе и силе Ильи, чтобы обратить сердца отцов к детям. Что значит обратить сердца отцов к детям? Отцы иудеев Авраам, Исаак, Иаков и двенадцать патриархов, и все праведники, видя грехолюбивый народ, с готовностью благо действующий с чужими богами, отвращались от них, как от таковых. Тех же пор, как Иоанн возвестил крещение покаяния, многие обратились к богу. И так отцы их, видя, что они обращаются к богу, и сами обратили к ним свои сердца. Вот что значит обратить сердца отцов к детям, приготовить людей к Господу совершенными. Избранников Божьих, о которых Давид Пророк предвозвестил, говоря, «Сей род ищущих веса бога Яковлева». Необыкновенное зачатие сына порождает изумление старца Захария. Он не в состоянии перенести рождение, имевшего наступить по минованию, соответствующему этому возрасту. Не размыслив разумно, что гончар, устроивший чрево, может возобновить обвечавшую трубу. Поэтому он и низвернулся в крутую пропасть неверия. Когда ангел говорит «Вот жена твоя, или совета родить тебе сына, наречешь ему имя Иоанн», Захария противостоит своим словом и говорит «Как я узнаю это? Ибо я стар, жена моя в летах преклонных. Откуда, мне говорит, будет обеспечение? Какое можешь представить мне доказательство обещанного? Покажи мне теперь жезу, как при первосвященнике Ароне, Рассветший, тогда я поверю тебе, что и старость может произвести дитя. Ибо я стар, и жена моя в преклонных летах. Слова твои хороши, но обещание таково, что ему верить трудно. Как посредник обещаешь мне сына, надежду за надеждами. Время моей молодости миновало, я бесплодно истратил все время юности. Когда я сделался как бы сухим деревом, тогда ты вынуждаешь меня приносить плод. Согнутым телом прохожу по площади, уже не имея силы смотреть вверх к небу. Старость увлекает меня к сродной мне земле, потому что я земля и отойду в землю. Едва переставляя ступни ног. Двух ног мне недостаточно для хождения, вместо третьей ноги ножу шезу, потому что до ныне я не обогатился дитя тебе, которое везло бы меня за руку. Я движущийся гроб и ходящий мертвец. Итак, каким образом в теперешнего времени дитя будет называть меня отцом? Ибо я стар, и жена моя в преклонных летах. Когда старость приводит меня к могиле, тогда ли я взойду на брачные ложи и произведу дитя на закате солнца моей юности? И я ослабел из-за времени, или советы утроба омертвела. Итак, почему я узнаю это? Ангел сказал ему в ответ. Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестись тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. И будешь молчать, не сможешь говорить. Желаешь что-либо сделать, и как ты спрашиваешь? Я решился сотворить чадо, и ты расследуешь способ. Вообще же ты напрасно любопытствуешь относительно начала моих дел. Разве невозможен для Бога всякий глагол? Скажи мне, откуда был рожден Исаак? Не Авраам ли старец родил его, и не стару или не плодную он назвал матерью? Ты, которому предстоит то же ожидание, почему не принял моих слов так, как то? Поэтому будешь молчать, и не будешь говорить, потому что не поверил словам моим. Свяжу твой язык, пришедший в движение для бесчинного ответа. Каким органом произвел грех посредством того, и будь наказан? И во всем человек согрешает, тем и будет наказан. Премудрость Соломон 11.17. Поэтому будешь молчать, и не сможешь говорить, потому что не поверил словам моим. Ты, говоря, не поверил моим словам? Молча. Ожидай моих слов, что сбудется в свое время. Потому что невозможное для людей, возможно для Бога. Ему слава вовеки. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...